МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Приставы опечатали все помещения Дворца спорта в Барнауле. Здание закрыли по решению железнодорожного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности. Хотя следующее плановое судебное заседание, на котором могли бы вынести такое решение, должно было состояться лишь 1 сентября. Еще ночью из Дворца спорта начали вывозить имущество. Ждем, что скажут. Опечатывают все двери, нас, наверное, попросят на выход всех. Все. Что дальше будет, неизвестно. Для офисных рабочих закрытие Дворца стало утренним сюрпризом. Сотрудники хоккейного клуба «Алте» покинули здание еще ночью. Напомним, вопросы о безопасности Дворца спорта поднимались последние 4 года. Мартовская проверка выявила больше десятка нарушений, одним из которых была эксплуатация подвальных помещений без оборудованной системы дымовыведения. Сейчас подвал полностью закрыт, уверяет руководство Дворца. Здания должны были привести к нормам противопожарной безопасности к февралю следующего года. Тем не менее, сегодня по решению суда приставы его опечатали. Известно, что хоккеисты Алтая пока будут тренироваться в Каранде на арене. Для остальных сотрудников снимут офис неподалеку. Ускорятся дамбу в Тальменке, начнут строить значительно раньше намеченного срока. Причина в связи с опасной паводковой ситуацией. Новые сроки озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Краевик Тартаменко. Так, в апреле этого года районный центр в очередной раз пострадал от паводковых вод. Работы, которые были выполнены 9 лет назад, не помогли сдержать натиск стихии. В результате в воде оказалось более 150 домов. Сумма компенсации превысила 15 миллионов рублей. Капитально отремонтировать дамбу изначально планировали в 2020 году. Однако, начать работу могут уже в этом. Проект разработан. Примерно его стоимость полмиллиарда рублей. Я поручение такое уже дал. Краевое правительство рассмотрит вопрос, чтобы нам тоже сдвинуть сроки начала выполнения работ. И если мы еще к тому же включимся и в федеральную программу, найдем по этому объекту понимание с федеральными ведомствами, то я убежден, что начав работы в этом году, в конце этого года, в следующем мы уже сможем нормально подойти к поводкоопасному периоду. Почему жители края все чаще заявляют о своем банкротстве и куда отправились котята за миллион, о чем еще пишут корреспонденты изданий Сибирской медиагруппы в традиционном обзоре. Корреспонденты бийского рабочего сообщают о волне вандализма. Жители города неприятно удивил вид Петровского бульвара. Краской из баллончиков хулиганы расписали столбы фонарей, лавочки и даже новую брусчатку. Кто виноват, устанавливают правоохранители. На страницах соцсетей уже окрестили этот поступок приветом из Барнаула, где по совпадению в тот же день неизвестные повредили кашпой лавочки на аллее около Дворца культуры в поселке Южный. Жители Алтайского края стали чаще признавать себя банкротами, пишет КП на Алтае. В первой половине года уже 249 человек и 87 организаций получили документальное подтверждение. И это существенно больше, чем за такой же период 2017 года. Картина не самая плохая, отмечают аналитики. Среди городов Сибири Алтай на четвертом месте. Хуже показатели у Красноярского края, а также Омска и Новосибирской областей. Барнаульская кошка за миллион родила троих котят, сообщает АИФ на Алтае. Всего в мире кошек породы каракет насчитывается около 25. Они появились на свет путем скрещивания дикого каракала и простой сибирской кошки. Жительница Барнаула продала машину, чтобы получить каталею Дженевру, так зовут кошку. Родившиеся малыши самцы. Один котенок отправится в Санкт-Петербург, второго отдали семье из США и третий останется в Алтайском крае. Евгения Даровская, Наши новости. И вновь судебная тема. Бывший декан юридического факультета Алтайского госуниверситета Наталья Карлова обратилась в суд с тремя новыми исками к учебному заведению. Как сообщает Политсибру и как нам подтвердила в личном разговоре сама Карлова, она оспаривает преобразование факультета в Институт государства и права, в результате которого осталось без должности декана, а также свое сокращение и законность проведения конкурса на должность директора вновь созданного института. Первое заседание по делу, по ее словам, прошло в начале июля. Теперь все три иска объединены в один. Их рассмотрят в железнодорожном районном суде 30 августа. Напомним, стороны, а именно Карлова и представители Алтайского государственного университета встречались уже не раз. В прошлом году Наталья была уволена с должности декана, тогда еще юридического факультета из-за дисциплинарных взысканий. Суд, который состоялся в конце года, восстановил ее в должности и снял взыскание. Однако в мае 2018 факультет расформировали, преобразовав в Институт государства и права. Наталья Карлова попала под сокращение. По ее мнению, у нее не было возможности претендовать на должность директора. Теперь она намерена добиваться справедливости. Барнаульская «Динамо» одержала победу над четой столицы Забайкалья. Случилось это накануне в рамках чемпионата страны впервые с 2015 года. Наши были активнее соперников с самого начала матча. «Динамо» повело в счете с 15-й минуты. Гол забил Максим Аксенов. Как отмечают и болельщики, и эксперты, наша команда выглядела предпочтительнее на всем протяжении встречи. Второй мяч забил с пенальти Константин Погребан. Точку в игре поставил Владимир Завьялов. Итог 3-0 в нашу пользу. Следующую игру «Динамо» проведет в Новосибирске. 15 августа нашим соперником будет Сибирь. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Практически на всей территории края ясно и без осадков. 25 тепла в Бийске, Кулунде и Олейске. 26 в Лавгороде и Белокурихе. В Рубцовске 28. Выше 0 в Барнауле ясно. Ветер равно в Северный, но умеренный. И до 22 со знаком плюс. Телефон редакции Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин